Музыка Музыкой я увлекался начал в детстве, когда учился в школе еще. Период, когда учился в пятом-шестом классе, меня пригласили, как многих моих одноклассников, играть в духовом оркестре. В котором я, поиграв год, преподаватель предложил продолжить обучение в музыкальной школе. Появилась группа, по крайней мере, у нас, в Фергане, где я жил в Узбекистане в школьные годы. Появилась знаменитая группа Битлз. Английский я не знал, о чем поют они не знаю, но как поют и какую музыку, мне это очень понравилось. Настолько мелодичная, а у меня мама с Украины, и она пела негромким, но очень красивым голосом. Украинские песни, они вообще очень красивые по мелодике. Мама просто обожала Битлз вместе со мной. Минстер, верните наш мяч, верните наш мяч, верните наш мяч. Родители с утра до вечера работали. Я был предоставлен сам себе. И что я играл? Они знали, что я играю в духовом оркестре, что я в школьном оркестре. Раз я играю, они доверяли преподавателям, доверяли руководителю нашего оркестра. Значит, все правильно, я играю то, что надо. В том же духовом оркестре начали использовать современную музыку. Наш преподаватель делал аранжировки. В джазовом коллективе мне уже на гитаре пришлось осваивать довольно сложные аккорды, ритмические рисунки. У меня было несколько учеников. Директор попросил, чтобы я взялся за оркестр какой-нибудь на выбор, чтобы я мог духовой организовать оркестр. Там не было ни симфонического оркестр. Я сделал предложение, чтобы не симфонический оркестр в таком классическом виде, а симфоджаз. Катя Лебедева ко мне попала в класс, проучившись 4 года в классе фортепиано и захотела параллельно учиться на саксофоне. Вот закончила, поработала немного в Москве и решила, что лучше вернуться к себе на родину. Сейчас работает в городе Краснодаре. На фотографии Женя Качан. Он скромный был, спокойный всегда, но при этом внутри у него, можно сказать, такой стержень мощный. Он ничего не боится, ничего не стесняется. Создал там ансамбль камерных, в котором он солирует. Ну, он ищет себя везде, везде пробует. Елена Евгеньевна теперь уже, наша выпускница, училась в одно время с Абдрахимом Романом. Оба преподают сейчас, и Рома, и Лена преподают в нашей музыкальной школе. Поехали, еще раз вступление. Раз, два, три, четыре. Поехали, еще раз вступление. Раз, два, три, четыре. Дети, которые у меня учились, получили образование. Детей своих они стали приводить ко мне. Что в них я вижу? Глаза у них горят, есть желание заниматься, освоить джазовые азы. Ведь джаз чем характерен? Что там не просто мелодию сыграли, на этом кончилось. А самое интересное начинается, когда в джазе начинается импровизация. Играет музыка. Вот это я пытаюсь им донести. Ну, скажем так, все, что нравится большинству подростков, естественно, нравится и моим детям, которые у меня играют. Через них я узнаю о новой музыке, о новых каких-то веяниях. Чем лечиться, куда, к какому врачу обратиться. У детей этих разговоров нет, у них молодые разговоры. И я чувствую себя вместе с ними практически их ровесником, только чуть постарше. Бородин, перед Бородинским сражением, Кутузов, кого в начале выслушал? Самых младших, громко и внятно скажи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»